Сегодня в Черкесске, в канун Международного дня инвалидов, торжественно открылся Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение, созданное на базе Республиканской школы-интерната, посетили почетные гости – члены правительства и силовых ведомств Карачаева-Черкесии. На мероприятие побывал и наш корреспондент Артур Мкце. Марат учится в стенах этого учреждения второй месяц. С открытием при Республиканской школе-интернате Центра для детей с ограниченными возможностями здоровья у взрослых появилась надежда на успешную социализацию особенных ребятишек. Каждому нужно иметь индивидуальный подход, потому что требует это сама психология ребенка. В процессе работы, в процессе общения мы уже понимаем, чего им надо от нас, и мы чего хотим, получаем. Иногда, конечно же. После ремонта здания Центр с 1 сентября текущего года начал принимать деток из разных населенных пунктов Карачаева-Черкесии. Кого-то из ребят родители приводили в первые же дни. Другие адаптировались к образовательному процессу значительно дольше. Впрочем, первостепенная задача, стоящая перед педагогами учреждения – дать понять воспитанникам, что те действительно способны на многое, а их таланты безграничны. Вы знаете, мы не ожидали, что будет такой большой наплыв именно детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день у нас их 70 детей. У нас, значит, смотрите, идет социальная помощь, логопедическая помощь, дефектологическая помощь. У нас есть кабинет ЛФК, психологическая помощь и обычная учебная программа. У нас есть именно столярная мастерская для мальчиков, у нас есть швейная мастерская для девочек. У нас также есть кабинет социально-бытового обслуживания для детей, чтобы они адаптировались в нынешних условиях. Мероприятие приурочили ко дню инвалида. В гости к учителям центра и их подопечным пришли представители правительства республики и силовых ведомств Карачао-Черкесии. Дорогие педагоги, дорогие родители, я хочу вас поблагодарить за терпение, заботу и любовь. И то внимание, которое вы дарите нашим, вашим деткам каждый день. Сегодня в этой школе работает команда профессионалов, которая делится своими знаниями, которая делится своей любовью, частичкой своей души. Педагогам и учащимся были вручены почётные грамоты и подарки за упорство, труд, а также за различные успехи. Мария Мгербекова – одна из тех, чьи победы в конкурсах вокалистов не остались незамеченными. Причём для неё пение, без преувеличения, вопрос жизни. Я участвовала в конкурсе в Москве, я выиграла лауреат первой степени. Также я участвовала в Сочи, выиграла гран-при. У неё открытый порог сердца, открытое овальное окошко, у неё враждённый порог сердца, даже можно сказать. И нам, врачи, когда сказали, ей надо петь и петь и петь, для того, чтобы разрабатывать сердечную мышцу. Нас в 2010 году хотели оперировать. Всерьёз, можно сказать, с полутора лет она начала петь дома. Слова ещё не знала, но она пела какие-то мелодии, исполняла. В этот день для почётных гостей образовательного учреждения со сцены звучали песни, демонстрировали сценки, касающиеся жизни особенных деток. Ребята показали зрителям, что они действительно многое умеют. Главное – найти к ним правильный подход. Артур Махцей, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.